Ну, хотя князь тоже слишком мне не по крестке. Наташа, добрый день. Добрый день. А что это, все играют, а ты что, решила отдохнуть сегодня? Да нет, просто я так попала. У нас нечетное количество человек, и поэтому я в бай сегодня. Собственно, у меня один вопрос, он касается и вовсе не женских шахмат, и не турниров, вот Аэрофлот Опен или Моск Опен. А меня интересует вот твое отношение, ну, как просто шахматистки, как рядовой болельщицы, может быть, даже. Ты уж, наверное, и забыла, когда ты была рядовой болельщицей. А вот твое отношение к тому, что число участников мужского суперфинала может быть уменьшено до восьми. Вот как ты считаешь, это хорошо или плохо, или это все равно? Ну, мне бы, конечно, хотелось бы видеть стандартный классический двенадцать участников, потому что все-таки восемь, это, мне кажется, очень мало. Это значит, многие сильнейшие шахматисты, у нас в России очень много сильных шахматистов, не попадут просто в суперфинал. Все-таки это главный турнир российских годов, и хотелось бы, чтобы играли все сильнейшие. А вот такое соображение выдвинул Илья Левитов, ну, только вполне разумное, о том, что сокращение числа участников приведет к сокращению и числа вот таких вот, ну, мягко говоря, товарищеских результатов, или, как известно, называемых гроссмейстерскими ничьями. То есть, ну, там где-то там 15-20 садов, и разошлись. Я, кстати, не думаю, мне кажется, наоборот, чем меньше количество людей, тем больше, так как уменьшается количество туров, и каждая партия начинает иметь большее значение. То есть люди, наоборот, будут бояться проиграть, потому что, мне кажется, что когда людей много, есть больше шансов, больше туров, есть больше возможностей нагнать. А когда туров очень мало, нагнать, если ты проиграл одну-две партии, уже будет нереально. И люди еще будут с кого не играть, возможно. Я не уверена в этом. Спасибо, Наташа, большое.